Здравствуйте! В эфире «О земном и небесном». Наша программа выходит в дни празднования 77-й годовщины Великой Победы. И поговорим мы сегодня о войне. Как она сказалась на жизни Кавказа, мирного населения и наших священников, обсудим с пресс-секретарем Пятигорской епархии Протерия Михаилом Самохиным. Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, Маргарита. Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе. Во истину Воскресе. Отец Михаил, как все мы знаем из уроков истории, война охватила Кавказ в июле 42-го, но уже год до этого жизнь не была мирной. Все наши санатории, здравницы, каменвод, как мы помним, превратились в авакогоспитали, предприятия, заводы и фабрики работали на оборонку. А церкви все ли были закрыты тогда? Или, может быть, какие-то все же работали, несмотря на антицерковную политику советской власти? К сожалению, к началу Великой Отечественной войны храмов Русской Православной Церкви, работающих, оставалось на всем Большом Северном Кавказе крайне мало. Одним из последних закрыт был у Второафонский Бештогорский монастырь. Затем некоторые храмы Пятигорска работали еще в конце 30-х годов. Но, как и начало Великой Отечественной войны, к сожалению, возможности помолиться у большинства жителей Северного Кавказа не было. Это печальная страница в истории. И надо правду сказать, что немецко-фашистские оккупанты очень рассчитывали на то, что религиозное население Юга России – это и казаки, и верующие осетины, это и греки, и грузины – что они, конечно, будут этим очень недовольно возмущены и поддержат оккупационные действия немецких захватчиков. Однако их расчеты не оправдались. И сама Церковь еще в июне 1941-го устами митрополита Сергия Строгородского поддержала нашу страну в ее освободительной войне. И верующие люди тоже не стали противниками советской власти, несмотря на все то гонение жестокое, о котором вы сказали. Стали защитниками Родины, дружениками тыла. И понимали, что никакие гонения не стоят того, чтобы наша Родина стала жертвой иноземных захватчиков. Отец Михаил, а чем еще в те страшные годы духовенство могло помочь населению? Известно, что были священники-благотворители, которые предоставляли обездоленным кровь и еду. Вы знаете, даже сам факт того, что кто-то укрывал у себя раненого или кто-то делился продуктами, мог стать поводом для доноса, мог стать поводом для расстрела оккупационными властями. И если кого-то подозревали в связи с партизанским движением, которое и здесь, на Кавказе, тоже было, это тоже была угроза расстрела. Священники, как правило, конечно, старались помочь тем, кому могли помочь. Кто-то прятал красноармейцев, кто-то делился последним куском хлеба, который был, кто-то собирал пожертвования в тылу. И мы знаем, что Русская Православная Церковь отправила целую танковую колонну, например, Дмитрий Донской, отправила авиаэскадрилью на фронт, на действительно реальные приношения верующих, которые собирались и направлялись на нужды фронта. То есть какая была возможность помочь, такую и использовали. Но и самая главная возможность помочь для верующего человека – это, конечно, молитва. Наши верующие, наши священники молились о победе нашего Отечества в этой тяжелой войне, которая мало того, что уносила множество жизней, еще и грозила самому существованию нашей Родины. Отец Михаил, а доводилось ли действующим священникам брать в руки оружие? И дозволительно ли это вообще с точки зрения православия? Среди священников есть ветераны войны, точнее, к сожалению, могу сказать, были ветераны войны, но, как правило, это те ветераны, которые стали священниками после того, как вернулись с фронта. Первая волна воцерковления офицеров действующих и солдат действующих нашей армии – это был где-то 1943-1944 год, когда возобновилось существование Русской Православной Церкви официально, были разрешены богослужения, открыты некоторые храмы. И вот конец 1943-1944 года обнаружил, что и среди, в основном, конечно, комиссованных к тому времени, то есть ушедших с фронта, бывших солдат и офицеров, немало по-настоящему верующих людей, которые пополнили собой ряды духовенства Русской Православной Церкви. И ведь действительно, как Вы верно отметили, информация эта достаточно долго не разглашалась, но известно, что более сотни священников еще до того, как принять сам, воевали в рядах Красной Армии. Среди них даже восемь героев Отечества. А как на Ваш взгляд, что помогло им потом прийти к вере и стать духовными лицами? Два года назад мы для епархиального журнала «Богословенный Кавказ» готовили цикл публикаций о наших священниках-ветеранах. Это был такой очень трогательный момент, когда еще живые дети, ну и сейчас, слава Богу, живые дети, внуки этих священников делились семейными архивами, делились личными воспоминаниями. И, как правило, путь этих священников к вере был через боль, через кровь, через фронт, через смерть. Как всякие настоящие ветераны, они не очень любили делиться подробностями своего воинского служения. Буквально какие-то крупицы удавалось восстанавливать из их таких скупых воспоминаний. Но фамилии я все же имена назову. А здесь у нас это отец Геннадий Мальцев, который очень многие верующие Пятигорска любят, помнят и знают. Это в Кисловодске отец Илья Воронин. Это в Черкесске многолетний благочинный протерей Василий Афонин. Это в Нальчике тоже многолетний благочинный церквей Кабардино-Балкарии протерей Иоанна Стопчук. Это отец Петр Козырь из станицы Зеленчукской. Все эти священники, ветераны действительно прошли фронтами победы. Кто-то до победы воевал, как отец Илья Воронин практически до самой победы. Кто-то на самом начале войны, как отец Иоанна Стопчук, был сбит. Он был военным летчиком, был сбит, чудом выжил и дал обет Богу, если он все же будет спасен, если Господь его сохранит, посвятить свою жизнь Богу. Я думаю, что для большинства будущих священников на фронте был такой момент, когда Господь явил им свое присутствие через то, что Он их просто спас. И те священники, о которых я знаю, и о которых многие наши батюшки старшего поколения лично помнят и знают, и отец Геннадий Мальцев, например, да, и отец Петр Козырь, отец Василий Афонин, отец Илья Воронин, они все войну переживали как-то с какой-то особой болью, не делясь особенно всеми вот этими подробностями, но они не скрывали, что для них война – это было особое переживание, которое изменило их жизнь. Не секрет, например, что двое из этих священников, отец Илья и отец Василий, стали поэтами и даже издавали книги своих стихов. Потом эти книги были переизданы, уже позже, гораздо вот как раз к юбилею Великой Победы, эти книги переиздавались для того, чтобы мы могли вспомнить о каждом из наших уважаемых батюшек, которые воевали не только за наши души, но и за наши тела. Отец Михаил, а говоря о воспоминаниях наших воевавших священников, случались ли с ними какие-то чудеса на полях сражений? Может быть, были какие-то явления святых или Господа? Вы знаете, чудеса, конечно, случались. И чаще всего эти чудеса заключались просто в том, что они выжили. Они выжили на этой войне. Чудеса, особенности чудес нашего времени заключаются в том, что они являются индивидуальны к человеку, к каждому. Индивидуально к какой-то общине, может быть, небольшой. Но в случае с фронтом самое главное чудо, что человек выжил, что там, где постоянная кровь, там, где постоянная боль, где смерть, вот она рядом, где только что ты говорил с человеком, а через секунду его уже нет в живых, и там перед тобой в лучшем случае тело, то, конечно, само сохранение жизни – это большое чудо, огромное чудо. И для большинства верующих людей это чудо совершенно несомненно. Да, делились воспоминаниями о таких случаях. И отец Илья со своей дочерью Галиной Ильиничной, она до сих пор жива, живет в Кисловодске и хранит трепет на памяти своем отце. И всячески вспоминает очень много таких вот событий, о которых вы сейчас сказали, уникальных из жизни своего отца. Мы знаем, что у детей отца Иоанна Стопчука тоже живы. Они, правда, сейчас не на Северном Кавказе, тоже живы и тоже помнят о своем отце. И такие вот воспоминания в семье хранятся и передаются из поколения в поколение. Не буду сейчас подробно о них рассказывать, потому что все же это личные воспоминания. Это воспоминания, касающиеся каждого человека. Но я еще раз скажу, я убежден, что в жизни каждого воевавшего и выжившего человека, христианина, было множество таких чудес, которые просто их сохранили в самых невероятных ситуациях. Отец Михаил, а как Вы считаете, освобождению Кавказа что-то из небесных сил сопутствовало? Кто из святых, может быть, являлся? Были ли такие вот какие-то знамения, факты? Было бы слишком самоуверенно говорить о том, что мы знаем достоверно об участии небесных сил, конкретных святых угодников божиих или небесных сил в спасении именно Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Но в то же время было бы самоуверенно говорить о том, что такого участия и не было. Мы знаем, что заступником Кавказа является Пресвятая Богородица, в особенности по молитвам перед иконой Иверской, потому что Иверия, Грузия, была назначена уделом Пресвятой Богородицы по жребию, когда апостолы распределяли, кому куда идти. Пресвятой Богородице досталась Иверия. То есть Грузия, Иверская икона – это наша заступница, наша такая особо любимая, чтимая икона, перед которой мы обращаемся к Божьей Матери, о ее заступлении. Мы знаем о нашей особой любви Георгии Победоносцу, который, хотя и жил очень давно, и совсем не на Кавказе, пользуется особой любовью и таким трепетным уважением многих кавказских народов. Вот думаю, что молитвы перед этими святыми были небесплотными, потому что все же никаких оснований в 1941-м, еще и в 1942-м году не было для того, чтобы предполагать, что все-таки победит Советский Союз, тогдашний победит фактически всеевропейскую армию. Мы забываем иногда, думаю, что нас атаковала только Германия. Мы, полагаем, наивно, нет. На самом деле нас атаковала вся Европа. Там были и румынские части, там были и части итальянские, там были и части болгарские. Поэтому, когда мы вспоминаем, мы просто себе не представляем, насколько это было страшно, насколько это было реально опасно для самого существования просто всей нашей Родины. И я думаю, что, несовисимо от того, были ли какие-то чудесные видения или нет, спасение нашей Родины во многом было чудом, чудом, которое явил и в молитве, и в бою, и в труде, и в каждодневной своей жизни в эти годы явил наш народ. Многонациональный и многоконфессиональный, и не всегда верующий народ, но народ, который в трудную минуту обратился к Богу, который в трудную минуту пришел в храмы, который в трудную минуту вспомнил о Боге. Так бывает часто, мы в трудную минуту о нем вспоминаем. И вот в эту трудную минуту и молитвой, и трудом, и самое главное, на поле боя совершил это такое большое, огромное чудо, которое мы называем победой в Великой Отечественной войне. Будем молиться и надеяться, что Господь не оставит нашу страну и наших воинов и сейчас, в такое сложное время. Я не хотел бы заканчивать нашу программу на такой совсем уж минорной ноте, Маргарита, и хотел бы прежде всего поздравить тех немногих ветеранов, которые еще с нами, с их великой победой над немецко-фашистскими захватчиками. Хотел бы поздравить всех их детей, внуков, правнуков и праправнуков, поздравить всех нас с тем, что мы имеем возможность праздновать и особо отмечать сегодняшний светлый и славный День Победы, который мы так любим и который так нас всех объединяет и который наполняет нас самым главным христианским качеством – любовью. Любовью к ближнему, любовью к Отечеству, любовью к тем, кто рядом с нами, и пониманием того, что эта любовь бывает по-настоящему любовью, когда она бывает жертвенна. Вот я желаю, чтобы от нашей любви не требовалось бы уж таких максимальных жертв, чтобы они могли быть, эти жертвы, мирными и бескровными. Каковую бескровную жертву приносит каждый день Святая Церковь. Дай Бог, чтобы наши ветераны были здоровы, чтобы память о них всегда была с нами, и мы всегда могли еще долгие годы праздновать замечательный День Победы. Прекрасные пожелания, отец Михаил, с праздником Великой Победы вас и наших телезрителей, радиослушателей. Это была программа «О земном и о небесном». До новых встреч в эфире. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok